Игорь Губерман Игорь Губерман Вот когда он видел, вот смотрите-ка, вот когда он видел, смотрите, он даже остроумный кто-то проявлял, он когда видел, с кем я в 70-е годы выпиваю и дружу, а это как раз были вот диссиденты-сионисты, он любил подойти к столу и сказать, Гарик тебе посадят раньше, чем ты этого захочешь. Уже многим позже в своих пожилых записках Губерман читателю расскажет забавную историю из своей жизни. На презентации моей книги в Москве ко мне подошел милый такой дядя. Вы знаете, Игорь, а ведь именно мне было поручено избрать меру пресечения для вас, садить вас в тюрьму или психбольницу. Это когда я был арестован и находился под следствием? Наивно уточнил я. Что вы, добродушно улыбнулся собеседник. Вас взяли в 79-м, а на прослушке перед этим вы были уже целый год. И на основании всех этих материалов был сделан вывод, что и психа из вас не сделать. Проще просто в тюрьму. Вели вы себя тогда неосторожно, добавил он. Много своих стихов по телефону читали. С тех пор я ваш поклонник. К слову диссидентам, сам губерман себя не считает. Говорит, что просто живет вольной жизнью, а потому и пишет. Смело, остро и обо всем. После освобождения эмигрировал в Израиль, где и живет по сей день. Страну это любит и много пишет о ней. Пишет по-разному. С любовью, иронией, кто-то скажет с насмешкой. Но уж точно от души. Евреи знали унижение. Под игом тьмы поработителей. Но потерпевшие поражение переживали победителей. Губерман сегодня пользуется заслуженной любовью и популярностью. Его, кстати, часто рисуют художники, пытаясь, наверное, красками передать харизму этого человека. А уж нетривиальные горики с удовольствием читают, цитируют и порой даже используют совершенно неожиданным образом. В Казани городской судья, то есть вполне уважаемый человек, очень симпатичный татарин, издал Уголовный кодекс Российской Федерации с моими стихами. Там один стих Пушкина есть, один стих Высоцкого, штук 10 стихов Иртенева и 150 моих четверостишек. То есть так, статья, стишок, статья, стишок, стихи невольно служат, так сказать, комментариями. И это безумно красиво, и у нас с этим судьей есть общая мечта, это надо дать в каждую камеру. Да, собственно, что только не выходит из-под пера этого остроумного человека. Его горики – это своего рода наблюдения, умело зарифмованные и сатирически представленные. Частенько, не без крепкого словца. Пишет о себе самом, о родных для себя странах, о любви, о людях, в общем, о жизни во всех ее проявлениях. А жизнь летит и жить охота, и слепо мечутся сердца. Меж оптимизмом идиота и пессимизмом мудреца. Субтитры создавал DimaTorzok